Раз, два, три, четыре! Даже без музыки в движениях ребят угадываются черты национальных танцев. Характерные движения, импровизированные костюмы, подростки готовятся выступить во флешмобе танца народов России. По итогам черепьевки нам достался народ буряты. И мы сегодня решили надеться, как они, ну, похожи, и танцевать национальный танец. Часовой танцевальный марафон – лишь одно из множества ярких событий новогодней программы в рамках проекта «Лига прогресса». На зимние каникулы в Заречной съехались подростки из девяти городов присутствия атомной отрасли. Эти ребята приехали для того, чтобы познакомиться друг с другом. Они являются представителями проектных команд своих атомных городов. Здесь у нас присутствуют делегации от проектных команд, ребята, у которых были самые сильные работы. Они приехали на нашу программу для того, чтобы доработать свою описательную часть проекта. Вожатые у нас представители нашего движения, вожатых атомных городов, создатели Лиги прогресса. Ну вот, вместе встречаем Новый год, создаем волшебство. Этот Новый год наполнен каким-то волшебством, и нам всем очень нравятся, у всех положительные эмоции только от этого. Просто не хочется вообще уезжать отсюда, потому что это место, где действительно чудеса случаются, сбываются мечты. Это очень волшебное место. Сюда приходят ребята, которые хотят, прежде всего, почувствовать себя опять теми детьми, которые верят в чудеса. На протяжении всей смены также мы не забываем о том, чтобы поработать над проектами, которые мы делали в проектных командах в своих городах. И будем их дорабатывать в лагере и после лагеря. Содружество, сотворчество, созидание. Девиз новогодней программы на базе городского санатория Заречья. На протяжении девяти дней школьники занимались проектной деятельностью, участвовали в тренингах, деловых и интеллектуальных играх, творческих семинарах и мастер-классах под руководством лучших подростковых тренеров и молодых педагогов. Я поехала, потому что Лига прогресса – это необычайно волшебное пространство. Здесь дают такие эмоции детям и вожатым, которые ты не получишь нигде больше. Поэтому я считаю, что каждый ребеночек и каждый вожатый должен обязательно поучаствовать в Лиге прогресса. Это в первую очередь развитие себя и возможность подчеркнуть от организаторов и проектов какие-то новые навыки, новые технологии. И, конечно, это новые знакомства, которые нам очень нужны в этом мире. У меня невероятные впечатления. Благодаря этому проекту мы узнаем очень много интересных вещей, в том числе как работать в командах, мы заводим новых друзей. Новогодняя программа в рамках Лиги прогресса состоялась уже во второй раз и снова доказала – у ребят, живущих в разных концах огромной страны, очень много общего. Мы все ребята активные, с горящими глазами. Мы все очень коммуникабельные и общительные. Мы открыты к новым знакомствам. Мы любим узнавать что-то новое. И, конечно, нас объединяет, наверное, желание дружить и желание узнавать что-то новое. Нам очень важно, чтобы наши дети в наших атомных городах были счастливы. По-настоящему. Не чей-то конкретный ребенок, а все наши дети атомных городов. Конечно, мы подключаем самих ребят, взрослой такой жизни, потому что очень хочется, чтобы они понимали, что они тоже могут совершать уже сейчас какие-то важные поступки, совершать большие дела и делать очень важные вещи для своего города. Одним из таких интересных и важных дел стало создание концепции города будущего, над которыми ребята работали в рамках зимнего лагеря в Заречном. А новогоднюю атмосферу помогали создавать и поддерживать яркие события, одним из которых и стал праздник танца народов России. Продолжение следует...